В прошлой ночью Россия нанесла удары по территории Украины с помощью беспилотников, ракет и артиллерии. «Ночью, 8 мая 2023 года, враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БПЛА «Шахид». 35 из 35 дронов были уничтожены нашими защитниками. Продолжая тактику террора, за прошедшие сутки Российская Федерация нанесла 16 ракетных ударов, в частности по городам Харьковской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей. Кроме того, зафиксирован 61 авиационный удар и 52 вражеских обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения. Повреждены многоэтажный дом, частные дома и другая гражданская инфраструктура. Всего от обстрелов пострадали 10 областей Украины. Погибли по крайней мере 3 человека и 28 получили ранения. Так, обстрелом подверглись приграничные территории Сумской, Донецкой, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей. Для ракетного удара по Одесской области Россия использовала самолеты дальней авиации, сообщили в оперативном командовании ВСУ «Юг». В Николаевской области в результате российского удара пострадал мобильный госпиталь Красного Креста. Часть медицинского оборудования, технических средств и мебели, которые находились внутри мобильного госпиталя, стали непригодны для дальнейшего использования. Но, к счастью, пострадавших и погибших нет. На данный момент продолжается ликвидация последствий обстрела, после чего госпиталь заработает в обычном режиме. Однако, уже в другом месте. С начала полномасштабного вторжения Россией в Украине разрушено 177 медучреждений. Почти полторы тысячи повреждены. Об этом в эфире национального телемарафона заявил заместитель министра здравоохранения Украины Сергей Дубров. По словам представителя воздушных сил ВСУ Юрия Игната, после получения всей обещанной техники от своих партнеров, Украина будет иметь одну из самых лучших систем ПВО. Объекты нашей инфраструктуры, критичные объекты. Объекты критической инфраструктуры, объекты энергетики, атомные электростанции – это приоритетные цели для врага. Они часто атакуют сами подстанции, которые обеспечивают питание атомных энергоблоков. Поэтому мы должны понимать, что это серьёзная угроза, и большее число таких систем, как Patriot, SMPT, Iris-T, NASAMS, ну и, понятно, F-16, потому что без него никак, поможет нам создать одну из лучших систем противовоздушной обороны в мире. Руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко заявил, что Россия массово вывозит мирное население с оккупированной территории. В Генштабе ВСУ отметили, что из временно оккупированного Токмака Запорожской области в сторону Бердянской Россия вывозит представителей так называемой местной власти. По словам закона избранного мэра Мелитополя Ивана Фёдорова, под видом эвакуации Россия готовит провокации. Александр Яневский, Голос Америки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...